ребятушки всем привет всех приветствую на канальчике таксикул фбр на связи как видите я вещать города харькова коренной житель поэтому с вас обязательно лайкосик и подписочка на канальчик в поддержку харьковчанин а готовьте чаю ху ляля кебаб и мы стартуем рэди садигов погнали сегодня ребятки у нас непростая ситуация поэтому рекомендую досмотреть видео от начала до конца и обязательно написать свой комментарий по этому поводу видите батя шурует с тачкой мать с кулечком рост рост паковка тачки в прямом эфире была произведена ребят так чипчик поправляем эти красавчик шурует с телегой видите что я не один я выхожу на добычу дров батя тоже так и живем вот куда батя идет порезали деревья эти вот он с тачкой шурует будет кацать то в тачечку красавчик но я уже тут не конкуренции ребят и на дрова частный сектору так и живем и рядом на марочки джипчики шичики брики есть очень богатые очень бедный чем чеку ребят потихонечку тут она выгу кавкасово алабаев происходит не это немецкая обчарка здоровая карта страшно очень но я преодолел страх и прошел мимо этой собаки до охрана серьезно бабульки начали на слабо не отдыхают все чутенько такая обстановочка ребят так мы шума и хорошие пишут по всем пабликам по различным да и сообщают и по телевизору и везде всевозможные блогеры что сейчас не на часе и не время возвращаться в город харьков тем людям которые хотели вернуться то есть тяжелая ситуация много стоит войск на границе с харьковом там идут тяжелейшие бои и не время брать детей в особенности тех кто с детьми и возвращаться в город харьков якобы даже говорят что сам он это сказал ребят вы поняли браковое наверное вот не знаю насколько это правда я лично от него этого не слышал мне он лично этого не говорил но что думаю я ребят что я смотрю по обстановке обстановка больше нагнетается ну как бы до чем на самом деле она такой является я здесь с первых дней в городе харьков я вам должен сказать что были моменты ну как для жителя города харькова что здесь было намного страшнее тогда и тому подобное да наверное сейчас не время именно приезжать если вы где-то в безопасности находитесь то не время в европейские дороге сейчас покажу то не время так я не знаю как идти я был похож на человека ребята где мне тут вот это для людей для нас с вами в общем если вы где-то находитесь прогреб надо часа часа лапы помоя сейчас лапы помоя сейчас лапы помоя сейчас лапы помоя сейчас лапы помоя тут чики-брики остановились раз в лунду кто так делает как я плюсик комментарии все дальше пошли уже блатной походочкой в общем ребят если вы где-то находитесь в безопасности у вас семья с детьми наверное сейчас действительно не время возвращаться в город харьков но опять же а насколько это все сколько это все будет продолжаться вы сами должны давать себе отчет может и время как раз приехать не известно что будет дальше происходить я нигде пока не собираюсь уезжать я нахожусь в городе харькове надеюсь на лучше надеюсь на мир на небо над головой что все таки перестанут гибнуть люди и происходить бесконечные прилеты и взрывы вот прилетает да почаще я вам должен сказать усилились атаки это действительно так почитать даже по тем же пабликам вот людей меньше на улицах стало шарится ну прям реально меньше но тем не менее открываются какие-то магазинчики кафешки несмотря на это все представляете ребят и то есть тут двоякое такое с одной стороны думаешь у харьков страшно возвращаться или нет другой стороны коттеджи строятся наши они глупые люди я не думаю если они строят коттеджи до магазины открываются какие-то кафешки открываются наши люди такого уровня которые вкладывают деньги в кафе в коттедж миллионы там да я думаю отнюдь они не глупые и они думают и знаю что они делают правильно ребят поэтому мое мнение такое что не надо паниковать раньше времени видел там 1 тоже выступление чека он горит время будет уехать собрать вещи так на этом году поэтому не переживать по этому поводу надо там какую-то панику впадать кипиш какой-то ну вот если я жарю если вы где-то в области мое мнение на ваше усмотрение можете ехать можете не ехать или там другом городе или за границей на вот лучше наверное всякие остаться там подождать пока все наладится и потом приезжать когда меньше будет прилета в обстрел вот такие дела держимся ребят такая ребятки обстановочка церковь наша красивая люди машины присутствуют поэтому я не знаю как сильно ведь люди не боятся но тем не менее просто люди перестали шариться от них их делать по улицам знаете как раньше вышел бутылочка пивка людей кормят машина это очередь кушает видит волонтеры так число давайте пойдем посмотрим что происходит бабушки тоже что-то топчет чизписок какой-то вот и тревога что-то раздают ребят список тут тоже люди сидят ждут я думаю какая-то гуманитарная помощь на и вот так ребят чтобы вы понимали так и живем видите это вот постоит возле церкви вот она правда жизни ребят всем огромные респект и уважение тем кто помогает людям молодцы конечно красавчики ничего не скажешь рынок это за такой на сегодняшний момент репорт репорт ребятушки всем добра бабла позитивчика подписывайтесь на канал ставьте лайки нам с багирой пишите комментарии подписывайтесь на инстаграм тикток телеграмм группу таксистов ну а кому нужна страховка страховка залетайте по ссылке в описании мы с багирой вас страхуем по промокоду таксикул 21 вашу тачку а сага будет здесь 10 процентной скидкой всех обнял до хруста пукав пукав до новых встреч